Девочка-пай Постоянные зрители нашей передачи, наверное, могут меня упрекнуть. Мы также постоянно и упорно ругаем нашу аптечественную, автомобильную промышленность. Я, допустим, ругаю газ. Вы знаете почему? Потому что конкурентная борьба ведется неконкурентными способами. Нас давят с помощью обожаемого правительства, господина Касьянова. И южи с ними. Упорно заставляя ездить на неконкурентоспособных автомобилях. И вот в этом-то, можно сказать, конструкторам General Motors удалось главное. Главное. Скажите, пожалуйста, где вы видели джип стоимостью 10 тысяч долларов? Это нонсенс. Более или менее приличный внедорожник начинает плясать от 30 тысяч долларов. А здесь цена в три раза ниже. И поэтому-то у Нивы будет спрос. Да он, в принципе, и сейчас есть. Сложилась определенная генерация людей, которым надоело ездить на машинах. Дизайн, в которых устарел. Я имею в виду 99-е, даже 10-е модели. Если сравнивать десятку, то по дизайну она находится где-то в районе начала 80-х годов прошлого столетия. А это, господа, уже старовато. Можно, конечно, наворачивать, делать тюнинг, придумывать обвеску. Но суть-то не меняется. Суть остается. Здесь же суть изменилась полностью. Машина стала красивой, эстетичной и, что самое главное, современной. Я бы не сказал, что по своей дизайнерским формам она отошла, ну, очень далеко. Вот современную джипу нет, абсолютно нет. Она идет в муру со временем. И если вот это динамичное стремление вперед останется, то в ближайшем будущем и эта машина наверняка тоже претерпит рестайлинг, становясь более красивой, более комфортной. Комфортной она стала, в принципе, и сейчас. Полностью измененная внутренняя консоль. Настоящая Европа, а может быть, даже более любимая моему сердцу Америка, салон тоже стал больше. Вот сегодня и сейчас сзади у нас едут два человека. Немаленькой комплекции, скажем честно, чувствуют себя достаточно комфортно. И как у самого хорошего образца отечественного автопрома, на шеве Нил появился, как помню раньше говорится, дефицит. И раз машина уж попала в разряд дефицита, надо сказать, что есть у нас в городе места, где рыбка им-то водится. Ну, уже, наверное, видели машину тест-драйв. По тест-драйвить-то ее можно, а ступить-то нет. И достаточно. А у наших друзей с автоцентром Вэлл машина есть. Есть и в наличии. Можно походить, пощупать, помацать. Ощутить, что это за девушка. Чевролет Нилан, это все-таки девушка. Хорошая. Наровистая. Субтитры подогнал «Симон»